хорошо поехали дальше ребята 11 кинул себя в гей-знакомство надеюсь будет смешно всем привет про надеюсь будет смешно всем привет простите за видео сегодня особенный день день когда шпион сибирский перестанет прикрываться невинными людьми сегодня я сам себя подставлю под удар я зарегистрировал аккаунт в приложении гей-знакомств я представился парнишка а нифига такую фотку сделать и смотри были 20 лет а или это он не забрал он русским именем андре основываясь на моем предыдущем опыте пикапа мужиков в поле о себе я написал следующее максимальная длина в этом поле 512 символов мою длину не опишешь никакими символами пишите не стесняйтесь я универсал посмотрим же сколько рыбок из этих голубых морей удастся выловить на эту приманку и приманка здесь очень часто пишет первый я встретил сашу который был полным парнишка и даже не думая его оскорблять я просто решил поговорить о современных тенденциях саша ты знаешь что такое фэт шейминг если ты хочешь попробовать себя в экспериментальном юморе то примерно секунды за три пойдешь нахуй непонятно почему о как ну что же прошло полчаса а я все с нетерпением жду твоего приглашения ты крайне педантичен тебе чё надо я как вампир первый не вхожу если ты понимаешь о чем я я не мастурбирую овощами у нас с тобой ничего не выйдет чмоки он меня уделал нормально это было хорошо реально хорошо снимаю шляпу переходим к следующему нормально 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 парню который очевидно по имени предлагает услуги почем ремонт а чё надо экран подчинить какие лучше думаешь а ты думаешь ремонт можно делать ну и зачем было публично предлагать ремонт если он его не делает скажите сколько мне еще вот с этим ходить а я написал парню с именем басик ты нежен он даже не пасек слышь какие же все таки люди бывают токсик так нагло игнорить умеешь на фотографии был попугай я подумал что можно с этого начать лёха твой попугай умеет говорить он тоже мне не отвечал сутки пусть скажет чтобы ты шел нахуй и следующий соби дам здрасте хотим вступить в ваш штаб вы как черт побери вообще нас узнали это секретная организация так у вас же видосов на ю тубе куча а вы неплохи слушаю я хочу стать вашим программистом я дизайнером я интернет-маркетологом зачем секретной организации интернет-маркетолог такого нет еще не смотрелось этим сейчас нужен окей во-первых не программистом а программистом во-вторых ты хоть знаешь что такое конверсия нет в третьих ты хоть раз слыхала кейсах это которые в доке 2 ясно им нужен скиллбокс что реклама ребята реклама продолжаем мне написал мужчина лет шестидесяти в профиле у тебя он пишет что актив привет малыш мне написали что мы с тобой сергей лет шестидесяти актив тогда я еще был бодр и полон сил мог позволить себе эксперимент любил знаете ли чего-нибудь эдакого сделать но сейчас я уже остепенился ставимся я рад отлично дядь сереж вам еще возраст позволяет активничать пока да еще как малыш но уже зависит от настроения и от того кто рядом рядом будет команда первой помощи а то не хватало мне еще чтобы дедуля схватил сердечный приступ я снова в тюрьму не хочу с андреем у нас произошел обмен комплиментами ничего так у тебя ебало у тебя тоже ебанник хорош переходим к следующему диалогу я не забыл про ваши тактики пишите свои в комментарии под этим роликом описывай одно слово пятью прилагательных блин нет пожалуйста пустая привет добрый солнечный продуктивный важный интересный день спасибо как дела познакомимся конечно давай я сень ну из китая ну куда пропал я просто занимался своими повседневными сложными трудоемкими крыпа и вот начать на год говно вот честно это полная не ливыми важными делами очень плохо видимо ты очень занят всегда нет что ты чем занят конечно у каждого человека есть свои дела хочу сходить в красивый белый ароматный притягательный любимый туалет а ты даже не знаю почему он перестал мне отвечать луна в активной фазе сибирский успокойся меня раскрыли и здесь чудесно мне написал максим привет здравствуйте познакомимся конечно андрей да что-то я к черту предложение аудитории визита курса да потому что аудитория не смешная потому что они не умеют но он как бы хочет активность этим поднять но это реально дерьмо я тоже ты максим андрей что меня зовут андрей телега ватсап есть тебя зовут максим проехали как насчет на выходных сходить в кино ты заплатишь за меня максим максим перестал мне отвечать сам не знаю почему вообще он какой-то странный парень наша команда подготовила вам рубрики еще более взрывные чем веб-шпион и пилотный выпуск одной из них выйдет уже в эту среду если вы наберете 40 тысяч лайков на этом ролике ну и наша команда наконец-таки сможет поесть мне написал джон тип возрадуйся в будущем тактики исчезнут но это это ну и понятное дело в шедерина говно мирский да что ж такое мне написал игорь но ответил я ему вы спустя лишь несколько дней привет прости за долгий ответ но поверь долгим будет еще кое-что если будет но ты хоть знаешь что что следующий ответ уделал эту сучку иногда встречаются очень интересные типы аккаунтов например как два акта на авто это значит что двое чуваков активы и они на своем автомобиле короче аккаунт чисто для нихуя себе блять я подумал что это реально куда без шуток я подумал куда рекламный аккаунт типа кто-то зарегался рекламным аккаунтом в это чтобы для поиска жах жах я не понял вас двое до нас трое о как где можем в машине вы где территориально в машине встретиться нам даже не удалось бля он согласился на троих я начал диалог с алексей вадим здорово привет я лёха а прости сразу делу давай итак я продаю прекрасно зарекомендовавший себя турецкий бренд косметики а сих же он еще не выпущен в масс-маркет но многие партнеры такие как я уже предлагают первые наборы по смешным ценам этот способ продвижения моего бизнеса увы не сработал идем дальше я встретил парня азиатской внешности привет они мы привет ты откуда я китаец в китае нет аниме но я люблю аниме в китае нет своей мультипликации есть только не так популярны ну вот и смотри и ты чё не патриот как не патриот ну а чё буржуйское аниме смотришь а ну быстро выключил аниме стоп что стоп шарап на идиот прям вот это вот ответ вот это вот ответ это прям это ты еще и на этом пиндоском говорит так мы осуждаем это высказывание которое направлено на не чтешь заветы мало не хорошо них не надо использовать унитяжительные к любым нациям предатель родины как ты смеешь обзываться каждый должен любить и уважать свою мультипликацию должен обязан тактика меня и манеру разговора значит дети против волшебников я реально надеюсь что они сделают вторую часть я сейчас не шучу потому что это было так смешно тело говорит так будто тебе 10 лет для чем сообщение как будто тебе 40 лет привет привет расскажите что-нибудь смысле обычно представляются узнают цели и ищут общее меня юра зовут ищу парня для отношений художник книжный дизайнер юра гей художник книжный дизайнер это прям он прям герой книги 50 оттенков серого просто пиздец и меня андре зовут я видео монтирую делаю заставки можно на ты вы откуда очень приятно но почему проблемы с русским никаких проблем вам 34 можно и на ты я из москвы ок а почему не андрей учишься где-нибудь кого ищешь мне нравится очень красиво звучит андре я учусь да еще мужчину взрослого умного почему столько ошибок в сообщениях мне кажется вы придираетесь кого ищешь ты я написал выше кого ищу это не придирки ошибки вопиющие ошибки вопиющие и тут мой сорокалетний я просто взбушевался послушай у меня два высших образования и пятерка по-русскому какие ошибки вам бросаются в глаза я не понимаю скажите сколько еще вопиющих ошибок в этом сообщении вы насчитали в этом сообщении не одной вот давайте закроем эту тему пожалуйста не ответил ну и фиг с ним умник сергей на фотографии выглядел очень со вкусом но я решил попытать счастье вы очень стильный я боюсь что не достоин вас я обычный совсем совсем не хочу общаться с серой массы вы сергей и спасибо за самооценку идем дальше пошел я решил подойти с интересным вопросом андор что общего между лебедем и вами пикапе что ли да так вы знаете что я не знаю ничего идем дальше парню по имени никол я решил подкатить напрямую никол готовы на кол не ответил мне попался на фотках он был в модной рэперской кепке я решил что может быть с этого стоит завязать диалог вы случайно не рэпер случайно нет а вы я да хотел с вами фитонуть увы вы фитонете меня я вас у меня приятный голос могу попробовать если научишь голос здесь не нужен работа руками тогда я точно что-то не понимаю ну все рэпер этим на студии занимаются фитуют друг друга я все пытаюсь донести ему эти тонкие намеки я думаю это типа совместной песни или батла это после фитов уже я не в курсе поешь есть что послушать погем если угостишь поешь ты же понял что я имею ввиду зачем переигрывать можем переиграть сначала можем закончить беседу если ты не планируешь нормально общаться я серёга вы случайно не рэпер увидите ли не любитель давай я решил попробовать новые методы соблазнения прям максимально бруталов где только аккаунт привет ну блять я экспериментирую жралов привет я тоскую в одиночестве нам не ничего кроме армейского ремня с бляхой и кирзовых сапогов они не работают он не ответил хорошо дальше тактика патриот ты должен в каждом сообщении говорите любви к россии посмотрим как у меня по мне кажется геи сейчас взорвутся секси бой как дела дела чудно много думал о военных ясно а что тебе не нравится они стоят на защите нашей прекрасной родины наше дело правое и ходил сегодня в парк и за пять лет виден огромный прогресс слушай тебе сколько лет у тебя есть отклонение в сторону глубокого патриотизма мне 20 перестал отвечать скорее всего его смутил мой возраст привет он долго мне не отвечал хотя был онлайн безразличие не выход безразличия к чему ко мне чего ты взял это меня валентином звать вал коротко фамилия случайно не колесник простите во я впервые вижу валентина который просто говорит меня зовут валентина у короткого и вал подойди сюда да я вал в валентина вал меня зовут сергей коротко стер звучит не так круто блять меня зовут антон корота коротко ант ну муравей на английском ников нет жаль почему я мог бы тебя звать кол анвал что ищешь я тоже решил его немножко поигнорить но я с тобой все не знаешь чего ищешь что же ты сам к себе безразличен удачи и дальше мое брутальное возвращение я всего лишь отошел посрать а тут драма нет это не я с оскорблений начал общение поход в туалет естественный процесс они оскорбления я бы мог тебя звать колен вал вот это прозвучало грубо это крутой ник для артиста с таким именем и фамилией чего ты не понимаешь обижен к я тебе что серега только что расстался с девушкой причина предательство с ее стороны я не знаю что делать скажи что лучше пожалуйста в голове мысли самые идиотские но звучать они будут пиздострадальчески какое же предательство произошло возможно она предала его семью его отец был королем и она воткнул наш спину захватив престол и страну нет нет иначе бы он не донатил 50 рублей слишком по-нищенски возможно она съела его бутер когда он отвернулся это был единственный причем с его любимым сыром слишком пустяково не думаю что бы донатил 50 рублей просто бы купил бы еще сыра возможно ее вы пердолили три здоровенных мужика в акте щели она сказала что ей понравится это более реалистичная но я не помню чтобы кого-то драл кроме своей женщины что же произошло что же ему ответить для того чтобы отвечать на такой вопрос нужно понять хотя бы ну примерно что за форма предательства произошла трудно отвечать на то о чем ты не знаешь предательство можно воспринимать как объективно ну то есть объективные факты предательства да ну например измена и субъективные вещи которые лично ты считаешь предательством которые основаны на ваших личных взаимоотношениях и в том и в первом втором случае непонятно поэтому что делать тоже не ясно и что тебе сказать потому что непонятен предмет конфликта и у меня случилось предательство серёга что мне делать лучше как можно сказать что лучше делать когда мы не знаем что произошло с щелями ты был близок она сосалась с другим но вот это уже конкретнее ну в общем ты хочешь знать мое мнение на эту ситуацию окей пошла нахуй ебучая бледина не стал бы даже пиздить этого чувака даже если он знал что у него есть парень не стал бы пиздить чтобы не было проблем потому что последнее что нужно от шлюхи это еще проблем каких-то нахуй тебе в жизни нужны проблемы из какой-то ебучей шлюхи пошла нахуй везде выкинул блять как сутулую псину блять вытер ноги ру сука блять блять насрал на нее лепех и дерьма блять хухаркнул ебало и ушел перемнешься перепиздо страдаешь все пройдет останешься достойным и пойдешь на встречу новому новым женщинам красивым которые будут тебя любить новым знакомством успехом и так далее не зацикливайся на шлюхе и шмаре не трать на нее нервы и не влезай в конфликты из-за шлюхи еще раз говорю последнее что нужно это чтобы после шлюхи остались проблемы у тебя нахуй тебе это нужно и да никакие оправдания этой ситуации выслушивать нельзя ни в коем случае не прощай но это мое мнение ты конечно дрочь как хочешь да твое дело но по мне за такое нельзя прощать и ни одна отговорка здесь не сработает абсолютно ни одна я была пьяная какая разница даже пьяные люди не сосутся с другими просто так на самом деле это вообще так не работает если не было желания и прочего вон дохуя людей пьяные и не ебутся с другими потому что знают что у них есть человек которого они любят потому что ты об этом не забываешь что ее и единственным оправданием которое может быть если ее накачали специальными наркотическими веществами которые провоцируют на сексуальную близость например перекачали ее каким-то жестким наркотиком тут действительно ну человек себя не контролирует во всех остальных случаях если ее не накачали наркотиками пошла нахуй шлюха люди которые так поступают не заслуживают никакого уважения и понимания в ответ есть вещи когда люди перестают любить друг друга есть вещи когда люди перестают сексуально буквально привлекать друг друга и нормальные люди которые уважают своего партнера уважают что тебе нужно в общем суть заключается в том что люди которые там перестают друг друга хотеть или еще что то они уважают друг друга все равно и уважают время которое провели и они просто честно нормально говорят типа ну любовь прошла завяли помидоры они расстаются нормально никто никого не предает ничего не делает и после этого все как бы они идут своими путями это нормально такое бывает вот а вот такие вещи Лола с чего его вообще нужно пиздить он никому ничего не обещал палец кольцо не сувал никого ничем не накачивал ты что ли король значит объясняю я не понял Хелди к чему ты это сказал я так понимаю ты имеешь ввиду про чувака который с ней не сосался значит все очень просто на самом деле определяется есть есть большая разница смотрите у вас женщина может быть шлюхой и она может пойти и ебаться с чуваком или сосаться с ним или еще что то делать и парень может не знать что у нее есть парень то есть он думает что это обычная свободная девушка который клюнул на него в этом случае на парне действительно ничего ему не скажешь даже то есть ему вообще ничего не предъявить потому что ну блять он откуда может знать что у нее есть парень он например спросил а она нет у меня парня ну то есть ну что блять он может сделать да то есть здесь он не виноват а бывают чуваки которые знают что у девушки есть парень и ебут ее сосутся с ней такими значит такие люди достойны наказания я объясняю почему потому что таким образом они проявляют мало того что неуважение к чувствам другого человека ну и просто неуважение к человеку они знают что у нее есть мужчина где-то там они не знают какие отношения может быть он испытывает любовь но они являются соучастниками этой измены и вдвоем уже насмехаются над человеком которого предают вытирают об него ноги и так далее просто в таких вещах как мне кажется то что вы лично не знаете человека не дает вам карт-бланш на такие действия если вы совершали что-то подобное значит вы просто низких моральных ценностей мусор который не заслуживает ни уважения не заслуживает ничего блять то есть например для меня такие люди это мусор абсолютно потому что у них нет никакого никаких принципов никаких моральных устоев абсолютно ничего в особенности мужчина полностью обделенный моральными принципами многие говорят что принципы ограничивают человека и это правда есть принципы паразитивные есть принципы которые нас воспитывают я не за то чтобы мы были в целом принципиальными люди но я считаю что в нашем мире мы должны иметь ряд принципов которые нацелены на то чтобы мы уважали чувства других людей в этом плане как минимум это нормальные принципы это хорошие они никак не паразитируют они наоборот делают из вас хорошего человека как по мне так вот мужчина как минимум который обделен всеми такими вещами например лично от меня не может заслуживать ни малейшего уважения я буду к нему относиться очень пренебрежительно вообще никак как то есть я не могу таких людей воспринимать полноценными людьми то есть для меня это просто как серая масса на фоне как бэкграунд биомусора который ничего из себя не может не представляет и не просто ладно допустим человек из себя ничего не представляет в этом нет ничего плохого мы все не супер крутые в той или иной степени мы ни хуя из себя не представляем но по крайней мере не склонны вредить кому-то не склонны вытирать ноги от кого-то не склонны предавать кого-то просто так да становиться соучастником этих вещей мы хотя бы не являемся паразитами мы просто живем своей жизнью вот а если ты являешься паразитом в той или иной степени то ну а хули с тобой вообще разговаривать тебя надо наказывать вот все измена говорит многое о человеке потому что такие люди ненадежны не только в отношениях на самом деле да ведь нюанс измены это не сам факт того что в тебя кто-то письку сунул или поцеловался здесь дело здесь же вопрос не о физическом контакте как таковом то есть вопрос не о физическом контакте вопрос о ментальном предательстве понимаете вопрос стоит гораздо глубже и за изменой кроется гораздо большее чем просто внезапное сексуальное желание это же склонность к определенным действиям и поступкам за этим очень многое я бью два раза многое один по голове год дальше понимаю зато я знаю что такое коленвал и какую а ты не рассматривал точку зрения что например желание кем-то обладать единолично это плохое эгоистичное желание что если идея моногамных отношений в принципе порочна не считаю таковым абсолютно не считаю таковым мне кажется что понимаете это это нормально если вот то о чем ты говоришь это если рассматривать всю эту хуйню с точки зрения физиологии какой-то окей но например секс между двумя любящими людьми это же не просто трах это ну это как это как ну демонстрация дополнительных эмоций по отношению к человеку понимаешь если человек в состоянии разделять эти эмоции еще с кем-то другим ты не можешь быть абсолютно верен ему потому что абсолютно доверять ему потому что для него существует человек на определенном уровне помимо мамы и папы который является частью его жизни и все чем ты делишься с ним оно может так же легко разделяться на другого человека потому что он его не считает кем-то чужим он более того его считает достаточно высоким своих не знаю как то социальных ценностях которых он крутится да вот в его окружении и может с ним делиться не только физически но и другими вещами а если ты этого не хочешь мне кажется что как раз таки идея полигамии абсолютно отвратительно и дело здесь не в каком-то собственничестве или отстаивание того что не трогай это мое речь же не об этом речь о том это знаете это как ваш собственный язык придуманный с другом это как вы с другом нашли какое-нибудь место где ныкаетесь только вы это ряд таких это как ритуал это как ряд таких эмоциональных не знаю блять каких-то связующих вещей которые дарят вам особые ощущения то есть новые как только например в эту штуку приходит третий человек это уже не так выглядит ну не потому что это моя штука потому что уже теряется шарм определенный теряется определенная форма отношения эмоциональность восприятие вот этого всего это разрушается отношения же они бывают в разной форме а ты все отношения равняешь под одну к ребенку типа любовь есть любовь отношения есть отношения секс есть секс это можно разделять нет это нельзя разделять потому что это достаточно индивидуальные штуки и когда ты разделяешь эти вещи ты кому-то что-то даришь а у кого-то что-то отбираешь ты можешь разрушить это и если ты например хочешь ебаться со всеми подряд тебе нужно находить такого человека а полигамия так это вообще я считаю абсолютно лицемерный лицемерный кусок дерьма где есть эксплуатирующая сторона и есть сторона жертвы и все эти фильмы ебучие и видосы которые я смотрел про блядскую полигамию и так далее там именно так все и выглядело где один актив будь то женщина или мужчина дохуя довольные приглашенный новый член семьи дохуя довольный а третий чувак блять жрет и он просто блять потому что любит или еще что-то просто блять вот в этой хуйне находится и когда у них там даже берут интервью и спрашивают например как вам она например говорит блять так охуенно я люблю их одинаково у чувака который ее пришел ебать блять спрашивают как вам вы не против вообще что у нее есть муж там например он не мы с ним как блять друзья нам еще заебись такой все охуенно и обнимает ее потом подходит к ее мужу и говорит а вам как и он такой ну он друг нашей семьи я вообще не ревную ну такой вот выбор и как бы я люблю ее и вот мы я в этом нахожу что-то новое вот девять из десяти блять идите посмотрите сами если не верите третий чувак будет всегда вот таким или четвертый и так далее понятное дело это их выбор где они страдают но по сути они являются эмоциональными заложниками а люди которые эксплуатируют их в полигамных отношениях они не в состоянии их отпустить и вот здесь как раз именно собственно собственничество играет они хуя не чувства они и они мучают их блять они видят что человек слабохарактерный что человек находится в эмоциональных является эмоциональным заложником этой хуйни и они не отпускают его они же прекрасно видят его эмоциональный фон они не отпускают его блять они держат его именно вот это я называю зверским отвратительным отвратительным поведением понятное дело есть полигамные семьи где всех на всем на все похуй они играют в этой вот эти семьи свои блять по пятьдесят человек там живут и им нормально блять ну окей как бы и каждый вообще трахается с кем хочет на самом деле там толком не строятся какие-то глубокие личностные отношения потому что человек постоянно разделяет это у него нет чего-то вот такого знаете тот случай как с дружбой у вас не может быть десять лучших друзей лучшие дружи лучший друг это такое номинальное понятие крайне близкого человека который проходит определенные этапы просто физически так устроен наш мир и социум что мы не можем иметь десять лучших друзей это к сожалению невозможно это было бы круто но невозможно как минимум потому что люди так сильно не соприкасаются друг с другом все подряд потому что наши отношения они имеют некоторые тонкости а люди которые говорят я люблю десять блять баб это мои любимые жены там или баба говорит я люблю десять своих ёбарей одинаковые это вранье и пиздоболие даже родители очень часто хоть и не признаются не любят своих детей одинаково когда рождаются брат и сестра или два брата или две сестры кому-то импонируется всегда больше блять родители нахуй родители о чем вы это пиздоболие так устроены люди это вранье это вранье и лицемерие пиздоболие и люди которые в этом живут не имеют никаких глубочайших связей так что это опять же мое мнение окей каждый дрочит как он хочет ну это их право но мой взгляд на это вот такой а если у меня 4 я одинаково близок и честен со всеми это нормальди и пиздобол ну ты пиздобол на самом деле потому то как бы тебе объяснить ты не можешь быть банально со всеми одинаковым одинаковом уровне смотрите с четырьмя друзьями можно быть идеально на ровном отношении только в том случае если все важные события все нюансы и все разговоры которые были душевными и бла-бла-бла-бла были во всех стопроцентных случаях разделены между всеми участниками это очень важно если кто-то из друзей например хотя бы допустим пару раз не приехал на тузу на который был важный душевный разговор пару раз не пришел туда еще он уже отстает в некой в неком в некой фазе глубоких этих связей потому что наши отношения строятся через общение и действия и поступки как только какой-то из членов а вот этой вот как его братьи выпадает из этого он уже становится эмоционально немного дальше да вы его любите да вы его считаете другом но он эмоционально не равен уже другим это невозможно это особенность человеческих отношений человек который заявляет о том что у меня блять 10 друзей всех одинаково люблю он абсолютно не понимает вообще что такое отношение и как они строятся то есть схема построения человеческих взаимоотношений она ему неизвестна он даже никогда не задумывался например кто-нибудь задумывался почему например рому вы считаете лучшим другом а васю просто другом почему вдруг ваши мозги расположились лучше потому что существует множество факторов которые были в вашем общении и в действиях которые расположили вас к нему это очень важный перечень и чтобы все были равны этому роме эти перечни должны быть и или совпасть или быть идентичными а ну в противовес такое теоретически возможно но нет несет потому что любые отношения это как банальная математика понимаете все можно объяснить математикой вот вот блять математика великая наука все можно объяснить ей вот все нахуй и вот дружбу тоже все эти вещи можно объяснить математически и увы И можно все очень легко просчитать. И да, я не... Эти выпадения, понимаете, это не... Поэтому, когда ты говоришь, что у тебя 4 одинаковых друга, либо у тебя просто нет лучшего друга, что они все как твои... Ну так, просто друзья. Ну просто знакомые, я не знаю. Да, там, друзья. Либо ты пиздобол, вот и все. Артист. Деталь сложной формы, имеющая шейки для крепления шатунов, от которых воспринимает усилия и преобразует их в крутящий момент. Это же прекрасная вещь. Ты самая важная часть моего двигателя. Я еще не нашел того, кому отдать свою деталь. Да ладно, тебе просто немного поршней погонять. Ну и это возможно. Я честно сам не понял, в какой момент мы перешли на сленг автомехаников. А то сколько мы еще ручник теребить будем. Хм, только вот я работаю завтра и послезавтра. Да и с местом у меня напряг. Я решил снова вернуться к тактике патриотизма. Можем в парке. Горького, например. За 5 лет он преобразился и стал просто волшебным. В период управления Сергея Семеновича Собянина. Да, знаю, там сейчас красиво. Лучшее место для проведения досуга любого вида. Выборы мэра Москвы. Уже прошли, поэтому не надо на меня гнать, это всего лишь мемас. На этом мой рабочий день окончен. Не забудь про подписку, колокольчик и лайк. Веб-шпион уходит. Уходит. Из-за монолога делать теперь не смешно вообще. Но тут все был финал. Тут все был финал, ребята. Финалочка. Финалочка. Продолжение следует...